Для того, чтобы обрести в этой жизни саада, счастье, есть некие пути, субуль. Первое – аль-иман. Первое – это то, что человек стремится ради чего и бережет свой иман, свою веру во Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-аля. Поэтому должен понимать то, что самая великая милость Аллаха – то, что ты верующий. То, что мы верующие – это самое великое. Когда мы утром просыпаемся и понимаем, что мы мусульмане, понимаем, что мы верим в одного Аллаха, субхану ва-та-аля, поклоняемся Ему, выше этой милости нету и выше этого счастья нету. Но иман, он поднимается и опускается, слабеет иман. Поднимается через поклонение, опускается иман через грехи. Второе – аль-мудаума аля ль-ибада аля амали салиха. Когда человек постоянно делает благие дела. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, Вы делаете, а каждому Аллах облегчит то, ради чего Он сотворил его. Поэтому Благие дела – это путь для счастья в этой жизни вечной. То, кто делал благие дела из мужчин и женщин, при этом они верующие, то мы дадим им прекрасную жизнь, говорит Всевышний Аллах, субхану ва-та-аля. Поэтому, если салифы салих, сахабы и радуан Аллаху алейхим, когда им было тяжко в этой жизни, они сразу же направлялись, брали омовение и читали намаз, читали молитву. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, дай нам, дай нам, чтобы мы почувствовали успокоение, чтобы мы почувствовали вот это вот в наших молитвах, в наших намазах, в спокойствии. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, то, что меня радует, полностью радует, то, что радует мой глаз, моё сердце, мою душу, спокойствие души, все это в молитве сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. Третье – ад-ду'а. Просите у Аллаха, субхану ва-та-аля, ад-ду'а. Самое великое, что ты можешь просить у Аллаха, чтобы Аллах утвердил, стойко утвердил на своей религии. Самое большое, что ты можешь просить у Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-аля. Поэтому постоянно проси, брат мой, о, Аллах, сделай меня из числа счастливых в этой жизни вечной.